А у нас зима. То весна, то зима. Каждый день разная погода. Снег метет. Какая погодка. Всем привет. София, какой хомячок? Мы пришли с музыки. София тут хомячка хочет. София, на, убери мою сумку, пожалуйста. Хомячка маленького такого, серенького. У нас сегодня с утра зима была. Я вам показывала. А сейчас уже весна на улице. Резилки. С утра зима, после обеда весна. Так, девочки, пришли с магазина. Ну, как знала, мы на музыку ходили. Я и на почту ходила там. И посылку забрала. Что еще? Коммуналку по одной квартире оплатила. Свою вчера Женю еле уболтала. Я говорю, давай платить через приложение, через приват. Ну, болтала. Своё платила. А другая квартира... В общем, что там это... Не могла добавить еще один этот адрес. Как-то не получалось. Он на работу спешил. Я говорю, ладно. Он говорит, иди на почту оплатим. Так, девочки, была в аптеке и купила таблеточки. О, мес. Так, мне не нравится. Камера у нас прыгает. Сейчас мы ее зафиксируем. Вот так, чтобы не плясала. Сейчас покажу, что купила. Что купила, что купила. Так, купила лак для волос. Знаете, вот бывает... Ну, да, давно нет. Вот бывает иногда надо, а лака нет. Вот у меня, когда была короткая стрижка, я в основном пенкой пользовалась. Ну, могла там лаком... Ну, редко тоже. Ну, бывает надо. София там прическу сделала. В общем, в Еве по акции Веллафлекс. Четверочку. Пятерку не стала брать. Думаю, ну, дубовая. Думаю, такой мне хватит. Там еще троечка. Троечка, да. Троечка. Купила две краски для волос. Пока по акции были. Такие вот. Такую краску покупаю. Горьми. Номер 2.10. Черный опал. Такую краской крашу волосы. Записалась. Хотела сегодня волосы подстричь. Девочка-парикмахер сегодня не работала. Завтра пойду подстригаться. Ну, как? И София пойдет. Ну, как подстригаться? Кончики. Я говорю, Свет, надо кончики подстричь. Волосы помыла? Мне вообще попало. А на это я выходная. Ну, тогда завтра придем. Так. Мамка, это убери газетка. Право на правду. Мамка. Это нам возле АТБ выдали. Зачем? На, почитаем. Ну, у нас выбор будет 28 числа. В общем, агитационный. Ты не что, она почитает? Нет, убери в шкаф под на тормозок. И забери сумочку свою с нотами. Там телефон, ты что? На Алиэкспресс посылку получила. Сейчас сразу вам покажу, что. Я просто знаю. Тут уже кое-что появилось. Ну, я нечаянно зацепила, пробила. Сейчас вам открою. Знаете, что я заказала? Только не помню, сколько штук. Вот такие вот. Давайте я вам ближе сейчас пока. Девчонки, вот такие вот крючки. Камера фокусирует? Да, фокусирует. Смотрите, видите, как он поднимается, опускается. Вот эту пленочку вот снимаете и клеите. Держится очень-очень крепко. Я по отзывам почитала. Такая классная вещь. Там полотенечко повесить или еще что-нибудь. Чтобы не портить мебель, кафель. Или раз, там наклеили. Ну, это выдерживает очень хорошо. Прикольные такие крючки. Не помню, сколько я заказала штуки. Я не тоже хочу дать. Сейчас я вам покажу. Тут их много. Много в пакетике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять штук, девочки. Сейчас крючочек застрям. Вот. Вот, смотрите, какие крючочки поближе. Удобно будет. Наклеили. Ну, буду тестировать, проверять. В отзывах пишут. Хорошо держат. Выдерживает и тяжелое что-то там люди пробовали. Ну, это ничего. Хорошо. Ой, сейчас я вам покажу для туалетной бумаги. Мы вчера приклеили. А так эти хорошенькие. Мне нравится, что крючки вот так поднимаются. Полотенечко можно. Ну, где хочешь. Можно там что-то где-то спрятать. Раз, на крючочек. Можно даже тут на дверцу что-нибудь повесить. Так. Пойдемте, я вам покажу сейчас. Тетя-тетя, единорожка. Смотрите, у нас единорог появился. Привет. Привет. Да свет включать. Думаю так темно. Сейчас девочки вам покажу. Так, смотрите. Вот мы приклеили. Тоже на липучку вот тут крепится. Вот это сама. Этот держатель. Тут такой как ограничитель, чтобы не спадало. И вот рвун туалетной бумаги. Удобно, правда? Не надо дырки сверлить. У нас там полотенечко висит. Ну, Женя, по-моему, клеил на двухсторонний скотч-крючок. Вот. Так что удобно на вот этих липучках. Выдерживает. Ну, так. Хорошо. Плотно. Еще даже один кружочек был запасной. Ну, если вдруг в другое место куда-то надумаем перевезти. Ну, нам тут удобно. Возле унитаза все рядышком. Так, раз. Да? Рядышком. Раз. Единорог. Привет. Ты сегодня у нас единорог. У тебя такой хвостик, бантик. Съехал, а хвостик один остался. Микузька, смешная. Микузька, ты смешная девчонка наша. Мама, скажи, мама, мама. Она сейчас сразу брык. Мама, гладьте мне пузико. Ты мою пузико любимое. Ты моя хорошая девочка симпатичная. Ну, ты такая симпатичная. Единорожка моя. Единорожка. Пойдем. Пойдем, Микузька. Вставай. Вставай, Зойка. Вставай. Вот смешная. Лежит. Ладно. Пойдемте дальше смотреть, что мы там купили еще. Ну что, со стульчиком, девочки, уже привыкла к этой расцветке, конечно. Ну, ничего, хорошо. Все, ничего не спадает. Держатся нормально. Так. У нас тут немножечко бардак. Ну, как бардак. Я просто уходила на музыку, на почту бежала. Посуду перемыла. Женя яйца купил. Тоже грязненькие были. Перемыла. Все оставила. Сейчас надо это просто все убрать и разобрать. Так, давайте дальше вам покажу. Ну, так, а кто там пошла, пошла, пошла. Пошла уже в разведку нюхать. Что ж мамка там купила? Скажи, вот я люблю покупочки. Все надо проверить. Понюхать, проверить. Скажи, как это без меня? Скажи, мне тоже интересно. Так, девочки, все, смотрю. Вот это сегодня открыла жалюзи, чтобы, а я не знаю, что. А, у меня тут противни стояли с духовки и формочки для выпечки. Вчера ж курицу жарили. И я убрала, подоконник протерла и так же оставила открытым. И вот решила, не буду я вешать вот эти нити, шторы. Не хочу. Просто жалюзи день и ночь. Но чуть-чуть позже. Уже пусть потеплеет. Я хочу вымыть окно хорошо, потому что очень грязное. Ну, а сейчас холодно еще. Куда мыть? Уже тянут, тянут, тянут. Гляньте. Тянут что-то хочет украсть. Эх, не украла. Так что, я думаю, будет и как-то места будет больше. Прям мне на кухне, аж как пространство. Цветочки придут красивые, вазочка уже ждет. Никурочка моя, любимая. Ладно, сейчас вам еще покажу, что купила. Так, купила тапочки. Перед этим купила тапочки. Сейчас я вам покажу. Вот они стоят. Размер 38-39. Я думаю, ладно, они какие-то на вид маленькие. А, не отдам на 36-й. Ну, что вы думаете? София со своим 33-34 размером носит. О, о, вот что делает. Бандитка. Не, Микус, это не для тебя, дорогая. Не-не-не. Ой, балуется. Ну, вот тапочек. Видите, как? Ну, маленькие-то маленькие. Я купила себе. Вообще 40-41. Думаю, может подойдут. Сейчас померяю. Тапочки. О, ну, чуть-чуть большеватый. Тут не угодишь. То маленькие, то большие. Ой, нормально. Мне у Аних шлепать, ходить. Коська. А там был 36-37. Это будет маленький. Это, конечно, нога вперед урезит. Ладно. Не угадаешь. С этими тапками я не очень дорогие. В Мегасейле покупала. Цена... Сейчас вам покажу. Если тут осталось. Да, цена 89,99. Ой, нет, девочки. А, да, все правильно. Ну, короче, 90 гривен пойдет. Тут пушок примялся чего-то. Нормально. Мне просто... Я когда не еду, всегда какие-то тапочки беру. И там их потом уже не забираю. Так, и купила еще новую сковородочку. София, сними мне пакет, пожалуйста. Вот. Собираю чек. Вот такую вот сковородку. Светленькую. Да, мне как раз она под кухню, да, подходит так. Там было черного такого же цвета. Ну, знаете, что захотела светленькую. В общем, чугунок выбросили, значит, надо новую сковородочку подкупить. Потому что вот эту мама мне в том году дарила. Качество хорошее. Но я на ней готовлю уже больше... Даже больше года она зимой дарила. Все жарю мне. Ну, она уже, так знаете, там подвымазалась. Там уже не вымывается. Хотя внутри ничего там не облезло. Но я не открываю, потому что яичница жарилась. И вот такая вот, в общем, сковородка. Как она себя будет вести, не знаю. Ну, новенькая. В общем, что-то новенького я решила. Захотела такую светленькую. Ручка светленькая. Так она мне будет красиво смотреться. Видео надо снимать, девочки. Ну, да, красивую посуду тоже. А то готовишь. Ну, мне когда-то на эту сковородочку, она мне еще была вообще в отличном состоянии. Писали, какая ужасная сковородка. Думаю, боже, люди, чего вы пишете? Так что надо, да, чтобы посудка была красивая. Красивая. Да я сама себе так порадовала. Купила сковородочку. И еще, что я купила. Сейчас вам покажу. Только у нас был стрим. Проводили мы стрим и обсуждали на стриме мойву. Представляете, захожу в магазин, а тут целая упаковка грузят в большой холодильник мойву. Я говорю, Оля, это что мойва? Она говорит, да, привезли. Она говорит, давным-давно, ну, давно не привозили. Ну, дефицит с мойвой. Я говорю, давай мне два пакета. Она говорит, такая крупная. Вот мойвочка. Ну, как, ну, крупная, хорошая. И тут оставила, думаю, вкус размораживается. Сегодня пожарю мойвы. Не знаю, прям. Это вышло. В общем, у нас в Украине мойва 95 гривен килограмм. Вот это у меня вышло на 160 гривен. Они уже попасовали по пакетам. Или привезли им так, не знаю. Не, ну, хорошие, девочки, хорошие. В общем, сегодня будем вонять. Сегодня, я говорю, будем вонять. Ну, рыбу, сами понимаете, жарить. Маме позвонила, я говорю, рыбу, говорю. А, она мне звонила. Я говорю, рыбу мойву купяна. Класс, говорит, ее сейчас, говорит, нигде нет. Говорит, почем? Постой, говорю, нет, 95. Я говорю, ну, так давно хотелось. Мойвы, говорю, класс. Не зря я зашла. Еще София, мама, будем в восход заходить? Будем, не будем? Я говорю, не, не будем. Потом говорю, ну, ладно, давай зайдем. Только захожу, у них тут холодильник стоит. И как раз упаковывают вот эту моюву. Думаю, не зря я зашла все-таки. Всем привет. Вот, привет, зайка. Так, ну что, все вам, все рассказала, все показала. Крючочки рассказала, тоже показала. Сейчас наведу тут на кухне порядочек. Ну, перетру посуду. Яйца в холодильник убрать. Наверное, мой его пусть размораживается. Потом пожарим с вами, да? Будем с вами рыбку жарить. Так, то курочки жарим. Курочка вкусная. Получается салат очень вкусный. Там осталось в пиалке вообще чуть-чуть. Женя и утром сегодня его кушал. Я говорю, оставь Софии немножко. Я сейчас тоже покушаю. Кушать хочется. Я утром только съела две сосиски и пару кусочков сыра и кофе. Больше не кушала. Время уже, девочки, 12 минут шестого. Вот, ладно, я тогда... Нет, это 6-го. 6-го, 17-12. Все, позже тогда включусь. Сейчас ты... На, собьют, это относительно. А, мне надо еще сфоткать крючочки на Алиэкспресс, отправить. Ну, что я получила посылку, в каком состоянии. Ну, хорошие крючки. Знаете, я хочу еще куда попробовать. Ну, ладно, я попробую, потом вам покажу. Но, я думаю, должны держаться хорошо. Прям такой вот чветочечек. Ну, если на темной. Так, девочки, вот на темной, если клеить. Ну, да, чуть-чуть видно. Ну, я сюда не собираюсь клеить, это я просто так приставила. У меня там есть кое-какие мысли. На белом будет, наверное, хорошо. Давайте попробуем на белом. Ну, и на белом. Ну, нормально. Крючочек. Удобно на кафель можно приклеить. Полотенечко повесить. Сейчас мне палка это неудобно. На кафель, на холодильник можно, да, крючок, например. Тут маленькое полотенечко себе. Ты куда хочешь. Обалденные крючочки вообще. На Али столько всего классного. А это ты на Али заказывала? Да, на Али заказывала. Только этот раз, когда посылки приходят, ну, обычно они формируют все в одну. Это прошлый раз, да, три вместе или четыре пришло. А еще ждем, в общем, цветочки. Крючочки пришли, стилус. Там и еще что-то. И цветочками довольно очень. Трусики получили. Не, я жду. Я жду пионы. Главное не расстроиться. А то знаете как. Ну, я в отзывах смотрела фотографии, кто люди уже получили. Девочки там разные фотки выставляют. Ну, смотрятся шикарно вообще. Ну, жду. Да. Ладно, все. Пока отключаюсь. Потом позже сейчас тут включусь с вами еще. Рыбку пожарим. Жене сюрприз. Так, только начала жарить уже ароматы на всю квартиру. Хотела разделить на две части. Думаю, одну часть оставить заморозить. А потом решила, думаю, а не буду. Буду жарить все. В общем, чтобы накушаться можно было. Да? Такая мойвочка. Большая, хорошая, крупная мойва. Не стала в духовке пробовать сегодня с мамой разговариваю. Она говорит, я когда-то пробовала. Ну, мама пробовала в духовке готовить. Говорит, ей не понравилось. Делаю обычно на сковородочке в муке. Я ее помыла хорошо. Теперь посолила. Муку и жарю. Вытяжку включила. Гудит. Ну, ничего. Посмотрим, сколько у нас получится. Достала блюда. Вот. Ой, знаете, что я сегодня сделала? Пока рыбка жарится. Вам покажу. А коробочка осталась с чипсов. Хотела выбросить. А потом оставила. Налила водички и три лучка. Думаю, посажу. Пусть растет у нас зелененький лук. На семерочку. Все. Жарим, жарим. Две партии поджарила. Масло меняла. А то уже мука, знаете, горит. Рыбочечка. Сейчас пережарю. Потом открою. Все. Правее приводим уже. Портушок надела девочки. Потому что брызги летят. Чтобы платье не завякалось. Первые две партии. Рыбочки. Вот так. Ой. А мне мама позвонила. Только что мама позвонила. Завтра папу с папой в больницу поедем. Там надо обследовать. Не очень хорош у него там. На коже была маленькая как ранка, бабочка. Она растет, растет. Огромные уже размеры выросла. Но она его не беспокоит. Но все равно мама говорит, надо обследоваться. Я теперь боюсь, знаете, как... Если не дай бог что-то плохое будет. И оперировать. Не дай бог оно дальше пойдет. Сейчас она его как... Ну как? Есть ли комфорт? Ну не боли. Ничего такого нет. Мама сказка, надо все равно следовать. Так что мы завтра рано утром поедем в больницу. Вот он неоскин по крови. Посмотрит его онколог. Не знаю. Это рано у него. Я не знаю. Еще София. Аня была такая, наверное, как София сейчас возрастом. Вот столько лет. Она была маленькая, маленькая. Растет, растет и растет. Сейчас смотрю, слушаю. Не знаю, кто может быть слушал. Есть такая Анжела Перв. Она на картах вторую раскладывает. Гороскопы читает. Иногда я ее смотрю, если меня что-то интересует. Очень многое чего сбывается. Даже ты можешь на месяц вперед смотреть. У тебя какие-то планы. Она уже рассказывает, все как будет. Очень много совпадений или случайных. Вот как она рассказала, так и бывает. Даже не то, что это я себе придумала. Есть проблема, и человек тебе тут сразу раскладывает рассказ, как эту проблему решить, что сделать вообще. Она живет в Австралии. Вот ее только смотрю. Анжела Перв. Кому интересно, посмотрите. Так что я слушаю. Что ж она там может рассказать. Как на будущее что-то. Только на месяц вперед. Ну как. В общем, как говорят. Предупрежден вооружен. Быть к чему-то готовым. Бывают такие ситуации, например, или месяц, луна. Ой, месяц, луна. Ну, знак, как там. Она что-то меняется. Ну, она по-своему. И рассказывает, например, в этот, например, такие числа. Нельзя делать операцию. Вообще нельзя. Или нельзя какие-то делки совершать. Ну, тоже надо прислушиваться. Сейчас послушаю. Да слушай. А то я готовлю и слушаю. Все. Завершили с рыбкой. Видите, сколько получилось. Красавица. А в квартире аромат стоит. Я открыла окно. Ну, я готовила тоже жалюзи. Открывала. Но не настижь. Софийка, тут холодно. Балкон. Открыла окно. И делаю сквозняк. В общем, все тут проветриваю. Так, посуду уже помыла. Сковородку тут. Ну, все поубирала. Теперь мне осталось, девочки, вот это все промыть. Потому что она ляпала. Рыба стреляла. И ногу себе обляпала. У меня на ноге такой волдырь, девчонки. Лянечка, какой. Ляпнула себе жиром. Он напухло. Все. Получилось. Так, я буду мыть. Я сковородку все время, ну, две партии пожарю. И масло, и уж меньше становится. И я бумажным полотенцем, мусорное ведро бумаг накидала оттуда. И так масло ж убираю грязное. А у меня лежала вот тут, руки вытирала бумажным полотенцем. Мокрая вот эта же бумажка. И я беру эту мокрую бумажку, влажную. И сковорода же горячая. Я вот так вытирать, и это масло как стреляет на пол, мне на коленку. Иж присела тут в мусорник. Короче, троедия. Ну, ничего. Ну, не болит. Я как-то сразу думаю, чем бы помазать. Ну, не болит. Нормально. Напухло. Кому уже и тут настреляла. Девочки, везде я настреляла тут. Надо везде все сразу мыть. Потом... Ну, конечно, вечером плохо видно. Ну, ничего. Сразу после себя наводим паренок. Я налила этого средства. Вот эти мою. Универсальное. Для фабреллик, для кухонных поверхностей. Ну, в общем, удалять жир и грязь. Удаляем жир и грязь заодно. Поэтому чайник всегда, когда жарю, убираю. Чтобы он не заляпывался. Сейчас этим средством пройду все. А потом уже промою. Еще печка. Это уже почти остыла. А печку вот этим буду средством. Для кухни, ванной, комнаты. Печку хорошо отмывает. Оно как с абразивом. Такой, как сив. Печку тоже помыть. Сразу стараюсь после рыбы, если что-то жарю, сразу мыть. Ни сковородку не оставлять с вот этим маслом. Потому что запах сильно воняет потом. А рыба тем более. Девочки, порует печка. Не остыла. Не остыла. Что-то порует у меня. Все повымывать. Ну, мочалка не цепляет. Нормально. Значит, сейчас быстренько протрю. На горячую, конечно, такую печку нельзя. Потому что, когда-то тоже печка горячая, и так мочалка, она как пристала. Потом ждала, пока остынет. И уже отдирала эту мочалку, которая прилипла. Да, уже чистенько. Крамка, застрой на тебя, друг. Сейчас Женечка придет с работы, скажет, ой, как вкусненько. Пахнет рыбкой на всю квартиру. Нормально, вроде чисто. Всем нравятся, девчонки, цветочки, да? Мне тоже они так нравятся. Были б настоящие. Красиво. Прямо глаз радует. Ну что, все. Порядок. Сейчас надо чайник набрать. Чайник пустой. Закипятить. Натички набрать. Так что, девочки, кто у нас наши местные, кто хочет мойву в восход? А может, на рынке и продавали, но и не знаю. Ну, вот я не раз же слышала, что мойвы сейчас нет. Цена, конечно, когда-то и по 35 было гривен, а сейчас 95. Недешево. Я, знаете, что суп сегодня не сварила с той рыбы, с консервы. Я вообще не знаю, стоит ли с нее вообще что варить. Я уже не спросила, Женя, ты будешь такой суп есть? Мога, буду. Будет. Так, ладно. Буду с вами-то допрощаться, домывать все. Время уже. Сейчас Жене будет звонить уже. Вот. Все. Кому надо, мой его. В общем, идем в восход, покупаем и жарим. А я с вами на сегодня прощаюсь. Все. Всех люблю, всех целую, всем хорошего настроения, желаю здоровья, не болеть, самое главное. Все. Пока-пока.